Всем привет! Дядь Юридет прогноз на матч 38 тура АПЛ Лестер и Тоттенхэм. Встречаются пятая и седьмая команды текущего сезона. Очные матчи. В последних десяти очных матчах команды шесть раз играли на обе забьют да и шесть раз на тотал больше. Тоттенхэм всегда забивал в гостях у Лестера. В последних четырех очных текущих матчах и в последних четырех очных матчах на поле Лестера соперники чередуют победы и поражения. И там, и там на очереди стоит победа Тоттенхэма. Статистика команд. Лестер забивал в последних девяти матчах. Лестер последние три домашние матча отыграл на тотал больше. Тоттенхэм забивал в последних четырех матчах. Тоттенхэм проиграл последние два выезда. Перед этим было две выездные ничьи. В минувшем туре Лестер проиграл 2-1 Челси. Хозяева горели желанием взять реван за поражение в финале Кубка Англии. Но в первом тайме оба гола, забитые Тимом Вернером, судья отменил. В начале второго тайма помогли гости, которые на ровном месте сначала привезли результативный угловой, а затем и пенальти. Команда Тухеля в концовке матча ответила взаимностью, обрезавшись у своих ворот. И Ихеанача возродила интригу. И у Лестера был убойный момент, чтобы сравнять счет, но мяч прошел чуть выше ворот. Тотенхэм с таким же счетом проиграл Астон Вилле. Все как нельзя лучше начиналось для хозяев. Уже на 8-й минуте Брэгвейн в центре поля обокрал на камбу, поставил спину и влупил в дальнюю девятку. Чуть позже судья не поставил очевидный пенальти в ворота хозяев, и судьба злодейка решила восстановить справедливость. Ригелон на 20-й минуте из района 11-метровой отметки срезал мяч точно в свои ворота и попал прямо в угол. А в концовке тайма хозяева полчаса пинали мяч у углового флажка, пока его не потеряли, и у Откин забил второй гол. В тайме втором Виллу пару раз выручил Мартинес, потащивший сильные удары с близкой дистанции. Очный матч первого круга выиграл Лестер 2-0. Лестер должен в этом матче сыграть лучше, чем сыграет Ливерпуль с Пелос, только в таком случае лисы попадут в зону Лиги Чемпионов. Соперники в последнее время играют с переменным успехом в очных матчах, не делая длинных серий. Тотенхем выдал неудачный матч против Останвиллы, Лестер не смог второй раз подряд обыграть Челси, что было ожидаемо. Буки здесь фаворитом ставят хозяев, но Тотенхем запросто может отобрать очки в этом матче. Последние два очных матча в этой паре были нулевыми. Никогда Тотенхем с Лестером не играли три нулевых матча подряд. Также давненько Лестер и Тотенхем не играли в ничью, а на поле Лестера была только одна ничья 1-1 еще в 2015 году. Буки дают высокий коэффициент на низовой матч. Можно даже взять вариант тотал меньше три гола за 1.86. Вряд ли здесь будет забито более трех мячей. Тотенхем должен более собрано отыграть в обороне. У Шпур идут три последние выезда на тотал больше. Никогда в этом сезоне Тотенхем не играл четыре выездных результативных матча. У Лестера идут три матча на тотал больше. В этом сезоне Лестер дважды играл четырехматчевые результативные серии. Но у Лестера никогда не было таких длинных серий на обе забьют да, как сейчас. Последние пять своих матчей Лисы отыграли на обе забьют да. Поэтому с учетом коэффициентов здесь можно рисковать на обе забьют нет. Также следует сказать, что у Лестера идет трехматчевая домашняя серия на тотал больше. Поэтому здесь уже вариант низового матча на подходе. Из связки с товар тотал меньше три гола обе забьют нет х2. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 2.53. На тотал меньше три гола 1.86 на х2 1.87. Если выбирать что-то одно, можно играть х2 за 1.87. С результативностью здесь примерно 50 на 50. Но по текущей статистике предпочтение низовому и нулевому матчу тем более по коэффициентам. Вариант с х2 имеет хороший коэффициент и неплохие перспективы. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Детюра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.